На этих соревнованиях просто неуместно делать что-то в меру. Если газ, то до отказа, если тормоз, то до визга покрышек. Компромисс не сочетается с победой. Все решают секунды. Скоростное маневрирование состоит из фигур змейка, стоянка, она же параллельная парковка, бокс с передним и задним ходом, крест, эстафета и планка. Всего 8 фигур. По сути, все то же, что проделывают водители, сдавая на права в ГИБДД. Только на этих соревнованиях испытания даже посерьезнее. Все лишние сантиметры организаторы попросту убрали. Машины везде проезжают, буквально в притирку. Спортивное вождение отличается тем, что очень узкое расстояние. Обычно бывает больше, если вот, как мы говорили про парковку, там ширина автомобиля плюс полметра всего, то есть на две стороны. То здесь практически впритык. Пять, максимум десять сантиметров с каждой стороны. И поэтому ребятам, естественно, достаточно узкое. Но тех, кто с баранкой не первый год на «ты», такими сложностями не напугаешь. Николай Архипов – студент нашего 54-го колледжа. Ему, как и большинство участников соревнований, нет 18-ти. Вместо прав у ребят специальное разрешение на вождение. Оно действительно только на площадке. Вот эта вот фигура была самой сложной по первому разу. Я знаю, я ее пьяницей называю. Туда-сюда шатаешься и все. Адреналин, азарт, желание показать мастерство. И уж только потом надежда на победу. Как признаются участники, кубки и награды этого соревнования – это, конечно, приятно. Но важнее выполнить все фигуры чисто. Просто доказав самого себе, что и на дороге сможешь вовремя среагировать, уклониться и сбежать. И, возможно, там, на кону, уже будут не призы, а собственная жизнь. Я не рассчитывал, что я выезжать соревноваться буду просто, чтобы поднять свой навык, чтобы в дальнейшем мне было проще. А потом, ну, как-то, ну, понравилось, но это затягивает. И вот уже сейчас вот так вот выезжаем, соревнуемся с другими. Многие удивляются, потому что я как бы девушка, и как так, девушка ходит в автошколу, она умеет, там, как это, что это. Лихо откатав на площадке, пилоты отправляются перевести дух и обогреться в здании ГИБДД. Здесь проходит второй этап соревнований. От практики ребята переходят к теории. Здесь уже в качестве судьи беспристрастный компьютер. Вот уж действительно место, где нужно вспомнить все одним разом. Ведь незнание законов дороги не освобождает от ответственности и последствий, но легко освобождает от призовых мест и наград.